В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Ради любви Рязанка наняла полицейского, чтобы облить кислотой лицо соперницы. И в городе стартовал археологический сезон. Уже есть первые ценные находки. 22 июня – одна из самых трагических дат в истории России. В этот день, 76 лет назад, в 4 часа утрам, началась жестокая кровопролитная война. Эта дата навсегда перевернула судьбы миллионов людей. 22 июня мы скорбим о тех, кто погиб за мир во всем мире. В этот день вся страна в унисон повторяет – никто не забыт, ничто не забыто. Памятные мероприятия прошли и в нашем городе. Сегодняшняя дата – 22 июня – навсегда останется в нашей памяти, как День большой скорби. 76 лет назад, в 4 утра, началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 300 тысяч рязанцев ушли защищать родину, и только 115 тысяч вернулось с полей сражений. И Рязань сегодня почтила память своих героев. Мероприятие началось с минуты молчания. После этого к Вечному огню торжественно возложили гирлянду. Затем цветы к Монументу Победы возложили в Рио губернатора Рязанской области Николай Любимов, члены регионального правительства, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. После этого курсанты Рязанского десантного училища имени Маргелова построились на площади Победы с портретами рязанцев, героев Советского Союза. Среди них были солдаты, которые повторили подвиги Александра Матросова, Николая Гастелла и Виктора Тололихина. Затем молодые люди и девушки выстроились в пятиконечную звезду и подняли эти портреты над головой. И в небо взмыли белые воздушные шары. Такая акция в Рязани прошла впервые. Впервые мы решили сделать такое торжественное памятное мероприятие с портретами героев Советского Союза, которые представляли Рязан на фронтах Великой Отечественной войны. Думаю, что получилось очень неплохо. Чем больше памятных мероприятий мы будем проводить, тем больше внимания к этой спортной для нас теме сегодня, которую мы будем привлекать. Как заявил Николай Любимов, чем больше таких памятных мероприятий будет проходить, тем больше будет внимания к этой теме. Школьники должны об этом знать. В школах надо, в наших рязанских, просто рассказывать об этих героях. Это должно быть в курсе краеведения и в курсе истории, как и когда они проходят в Великой Отечественной войне. Не только, конечно, в соответствующих 9, 10, 11 классах, но и в течение всего периода обучения детей они должны просто это запомнить. И запомнить не просто имена, а имена героев и их подвиги. Помимо государственных лиц на мероприятии присутствовали и обычные горожане. Особенно радует глаз, что было очень много молодых людей. Это точно означает, что никто не забыт и ничто не будет забыто. Что будет знать и помнить о войне подрастающее поколение? Сегодня мы живем на стыке времен, когда живые воспоминания становятся историей. Кажется, мы ощущаем этот момент и не хотим его упустить. Именно поэтому журналисты телекомпании «Город» проводят встречи с ветеранами, чтобы не прервалась связь времен и поколений. Войска фашистской Германии вошли на территорию СССР без предупреждения, неся с собой страх, разрушение и смерть. Пощады не давали никому. Миллионы солдат и мирных жителей погибли от рук солдат Третьего Рейха. На фронт уходили как взрослые мужчины, так и юноши, которым еще не исполнилось 18 лет. Однако, несмотря на все потери и тяга до военной жизни, народ Советского Союза дал отпор немецким захватчикам. А 22 июня, дне начала боевых действий, вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Валентин Ваганов. По радио услышали. В это время уже был приказ, когда мы пришли на площадь, там деревня, небольшая площадь, значит, уже стояли машины, призывники грузились в машины, был, значит, шум такой, я имею в виду, ну, женщины плакали, мужчины, так и сказать, вроде того, что мы вот скоро приедем. Юного Валентина Яковлевича направили на обучение в поселок под Томском Асино. Спустя три с половиной месяца его отправили на Орловско-Курскую битву. В звании старшего сержанта Валентин Яковлевич вместе с боевыми товарищами отправился защищать родину. Ну, у нас участие такое было, что на Орловско-Курскую дугу эшелоны, прямо от когда первые эшелоны сибиряков туда поступали, сибиряки, значит, что? Сразу из вагонов и погнали немцев, где до трехсот километров они прямо из вагонов и в бой шли. Ну, кстати сказать, ведь немцы-то в это время были так плохо одеты там и плохо обуты. Гитлер сказал, что вот пока в Москву не возьмете, зимнее обмундирование вам не будет никакого. После этого Валентин Яковлевич получил ранение в ногу. Однако на этом его участие в Великой Отечественной войне не закончилось. Его перекинули на южные границы фронта. Как вспоминает Валентин Ваганов, это были тяжелые времена, оставившие отпечаток на всех жителях страны. Победа стала возможна благодаря самоотверженности и героизму русских солдат, которые приближали День Победы. В конечном счете войска СССР одержали победу над фашистскими захватчиками. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг советских солдат. Сегодня главная наша задача – передать эти воспоминания следующему поколению, чтобы такая трагедия не повторилась вновь. Большое количество домов в городе продолжают ждать своей очереди на капитальный ремонт. То там, то здесь рязанцы жалуются на затопленные подвалы, трещины в стенах, а то и хуже – рухнувшую крышу. Но оказывается, есть случаи, когда уже проведенный капремонт становится предметом недовольства. Героиня следующего сюжета столкнулась как раз с таким. Каждый из нас знает, что ремонт способен не только вернуть квартире былой вид, но также и восстановить ее. А в самых тяжелых ситуациях поможет ремонт капитальный. Но никто и представить не мог, что такая помощь окажется настоящей медвежьей услугой. Так и случилось с четвертой квартирой на улице Ломоносова в доме 72, дробь 18. Это одноэтажное здание было построено еще в 1954 году. Долгое время он принадлежал сельхозавтотрансу, и в нем никогда не проводился ремонт. Вскоре его передали муниципалитету, а следом разделили на четыре квартиры, две из которых жители тут же приватизировали. А вот Любови Черныш жить в разрушающемся доме не захотелось. Я начала собирать документы на ремонт, чтобы мне кто-то помогли. Сначала вот деньги будут, мы возможно вам поможем. Как к президенту написала письмо, у меня начался срочный ремонт. Сказали, что два месяца, все это произошло за полгода. На время капитального ремонта семью переселили в гостиницу. Часть квартиры полностью снесли, и на ее месте построили новую. Так что после возвращения в родные места удивлению не было предела. Вся перестройка превратилась в летнее помещение, непригодное для жизни. Например, зимой туалет промерзает наполовину. Его стенки покрываются инием. Дверь, которая входная, она тоже промерзает. Причем она одна. Да, вот эта вот дверь. То есть у нас здесь летняя кухня, на которой, грубо говоря, когда морозы минус 25, у нас тут минус 15. По строительным нормам и правилам фундамент квартиры должны были также разрушить и сделать заново. Вместо этого на него положили новый. Поэтому сейчас он сильно потрескался. Вот когда вот эту пристроечку у нас разобрали, видно, что несущие стены, то есть пополам. С этими стенами никто ничего не делал, то есть естественно. Я видела, по-моему, строители пены что-то там вот прям подшаманили. Ну, то есть их не укрепляли ни скобами, ничем. То есть как у меня несущая стена падала, так и падает. А по самой кухне, смешно сказать, тянется газовая труба. Притом настолько низко, что по невнимательности о нее можно удариться головой. Про остальные коммуникации и говорить нечего. Их просто нет. Условий у меня тут никаких нету. Ни водопровода, ни вот канализацию. Канализацию вырыли мне 4 метра, как положено. Но вырыли это с колодцем, с питьевым, который пьет вся улица. Из-за такой продуваемости пристройки годовалый сын хозяйки квартиры получил хронический полионефрит. Чтобы переделать квартиру заново, нужно признать дом аварийным. Но делать этого не хотят. Тогда хозяйка дома, Любовь Черныш, после капитального ремонта решила провести две экспертизы. Частными рязанскими экспертными компаниями. По смете, конструкции дома, несущих стен, так далее и тому подобное, ничего не изменится. Как он был аварийный, так он и остался. В этом же экспертном заключении сказано, что дом находится в аварийном состоянии. Существует опасность обрушения несущих элементов конструкции дома и возгорания электропроводки. Учитывая состояние несущих конструкций дома и общего состояния здания, можно сделать вывод, что дальнейшая эксплуатация здания приведет к его обрушению. И, как следствие, может повлечь гибель людей, находящихся в нем. Хочется, чтобы губернатор наш временный показал себя, показал мужской характер и помог, реально помог. Одним из самых мощных эмоциональных мотивов, толкающих на преступление, является ревность. Под воздействием этого сильного чувства люди порой впадают в состояние, близкое к безумию. Итог обычно печальный, а порой и вовсе необратимый. Приступы ревности приводят на скамью подсудимых. Известно, что сотрудники правоохранительных органов часто срабатывают на опережение. В этот раз исполнителем преступления оказался бравый сотрудник полиции под прикрытием. 32-летняя женщина по ошибке наняла его для того, чтобы облить лицо кислотой своей сопернице. Оперативники действовали под видом представителей криминальной среды. Во время беседы женщина подтвердила свои намерения причинить вред здоровью сопернице. При этом была достигнута договоренность о цене вопроса 20 тысяч рублей. Половина суммы вносилась авансом, вторая половина должна была выплачиваться по исполнению заказа. В качестве доказательства о выполненной работе исполнитель обязался предоставить заказчице срез волос и фотографию поверженной жертвы. Затем сотрудники полиции инсценировали преступление. С помощью грима удалось достичь достоверной иллюзии повреждения на лице 22-летней студентки одного из рязанских вузов. И получив в руки волосы неприятные для себя особые фотографии ее печального лица, преступница, передав вторую часть денег, была задержана правоохранителями. Сегодня мужчина должен был поговорить с одной девушкой о том, чтобы она не лезла к моему молодому человеку. И о чем вы договорились? На деньгах. Женщина признаваться в своих намерениях не хотела. Однако теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда по найму». Наказывается лишением свободы до 10 лет. Благо задуманное не было совершено. Ведь даже спустя время преступница теперь сможет осознать аморальность своих действий. А жизнь и здоровье молодой студентки теперь сохранены. На этой неделе официально стартовал археологический сезон. В нашей области работают три экспедиции. На Глебовом городище, в Старой Рязани и на территории Кремля. Как раз на последнем побывала Ирина Ковалева. Чуть в стороне от Рязанского Кремля в 2015 году был заложен Веденский раскоп. Такое название он получил благодаря Веденской башне, которая, согласно старинным планам города, располагалась где-то в этом районе. Интерес археологов к данному участку обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в этой части Кремля крупные археологические работы ни разу не проводились. Ну а во-вторых, в древности именно здесь заканчивалась центральная часть города и начиналась его периферия. Интересно посмотреть, как же здесь организована была жизнь, как располагались усадьбы, как, может быть, проходили улицы. Такая большая площадь может позволить нам вскрыть и усадьбы, и улицы. Археологические работы на Веденском раскопе начались еще в прошлом году. Тогда членами экспедиции было снято порядка пяти пластов культурного слоя и сделаны довольно интересные находки. Здесь была найдена та самая мастерская костерезная с остатками производства. Был найден очень интересный комплекс глиняных сосудов для оплавки, тиглей. И был найден фрагмент очень интересного горшочка с надписью, что очень редко для конца 15-16 века. В этом году площадь раскопа была увеличена почти в два раза, так что сейчас главная цель – достичь того уровня, на который члены археологической экспедиции вышли в прошлом году. Выполнением этой задачи усердно занимаются около 50 человек, в основном школьники и студенты, проходящие практику. Работают они под руководством опытных археологов и всего за два дня нашли немало интересного – фрагмент подковы, ножа и зубной щетки 19 века. Среди найденных за эти дни артефактов наиболее ценным является костяная накладка на нож. Датировку этого предмета ученые определят позже. Ну а буквально на наших глазах одной из студенток было найдено пряслице. Я почувствовала радость. Мне было очень интересно, что нашли действительно что-то ценное, то, что останется, принесет какой-то вообще вклад. Владимир Завьялов, который на протяжении длительного времени руководит археологическими работами на территории Переиславля-Рязанского, уверен, что машина времени существует. Ведь снимая землю слой за слоем, человек совершает своеобразное путешествие в прошлое. Возможность понять, какие эмоции при этом испытывают участники археологической экспедиции, есть у каждого. Сюда может прийти любой желающий и начать работу по перемещению в прошлое. Первенство города по гребле на Байдарках прошло на Барковском карьере. Спортсмены проплыли по 200 и 500 метров. Этот турнир является отборочным. Победители в своих возрастных категориях отправятся на всероссийские соревнования. Сегодня на третьем Барковском карьере прошло открытое первенство по гребле на Каной и Байдарках города Рязани. На дистанции 500 и 200 метров соревновались дети школьного и дошкольного возраста. Среди них уже есть кандидаты в мастера спорта. Сегодняшние соревнования, скажем так, они кому-то, возможно, повысят разряд. Там будут присвоены разрядные какие-то нормативы. Но так, в принципе, сегодня для некоторых ребят это даже здесь и первый старт. То есть попробовать свои силы. Куда дальше приведет? Ну, я думаю, что если дети упорные, да, видят цель, стремятся к ней, то к любым высоким результатам, какие только могут быть. Даже несмотря на некоторые трудности, зрители поддерживали участников соревнований изо всех сил. Давай! Ты придешь? Давай! Давай! Упажи этому банку, а что ты помогаешь? Невзирая на плохую погоду, в соревнованиях приняло участие свыше 50 грибцов. Кто-то встает на воду уже не в первый раз, а для некоторых эти соревнования стали первыми. Прежде всего, такие состязания проводятся для популяризации водных видов спорта. Данное соревнование проходит ежегодно. В сетке календарной у нас в начале сезона запланированы такие соревнования обязательно в конце. И дети, возрастная категория, которая сегодня участвует, это 2000 год и старше, 2006 и моложе. Девочки и мальчики. Все участники показали хорошие результаты. И вполне возможно, что в скором будущем они добьются высоких результатов и пополнят ряды олимпийской сборной. Рожденным ползать в САСовское летное училище попытался поступить ленинградец с поддельным аттестатом. Его мечта оказаться за штурвалом самолетом стала настолько сильной, что мужчина уже в зрелом возрасте решил переступить букву закона и подать поддельные документы в училище. Чем закончилась его афера, знает Марина Комиссарова. 32-летний житель Санкт-Петербурга, родом из Архангельска, несмотря на занятость в другой профессии, на которой отучился, решил воплотить мечту детства и поступить в летное училище. Его школьный аттестат оказался недостаточно хорош для этого, баллов не хватало. Поэтому он купил себе другой аттестат за 10 тысяч рублей. Однако обман удалось раскрыть сразу. Каждого абитуриента проверяют, делая запросы в учебное заведение, где человек обучался. Был направлен такой же запрос и по данному гражданину, и пришел ответ, соответственно, с перечнем предметов, биология, химия, математика, ангия, профизика, вообще все школьные предметы. И только отчетками по этому аттестату, который человек реально получил. Или, соответственно, тот аттестат, который представил данный гражданин, с информацией, которая была представлена этим училищным заведением, получилось так, что отчетки были другие. После этого, когда это было выяснено, руководство СССР направило в правоохранительных органов соответствующих информацию. После того, как было возбуждено уголовное дело, проведена, соответственно, экспертиза данного аттестата, который до утра ставлен. Было установлено, что этот аттестат имеет признаки подделки и не является официальным, то есть поддельным. Теперь мужчина выплатит штраф в размере 35 тысяч рублей. А пилотом ему так и не стать. В САЗовском летном училище к подбору курсантов относятся крайне тщательно. В Рязанском музее путешественников открылась небольшая выставка моделей самолетов времен Великой Отечественной войны. Они максимально подробно воспроизводят детали и окраску настоящих боевых машин. О точных копиях самолетов, на которых воевали наши земляки, расскажет Галина Ершова. МиГ-3, П-2, Томагавк. 12 моделей самолетов, но целая веха из жизни рязанцев. Свои работы в музее путешественников представил коллекционер Сергей Бабкин. Они были созданы в начале 2000-х. Большинство деталей взяты из промышленных наборов. Но чтобы из упрощенного варианта получить по-настоящему точную копию самолета, пришлось проделать огромную исследовательскую работу и внести изменения в конструкцию. Интерьер пилотской кабины, ручка управления, приборная доска, прицелы. Обычно моделисты дорабатывают двигатели, делают поребрик на цилиндрах, на двигателях воздушного охлаждения. Штатные пулеметы и пушки заменяются на трубочки, чтобы действительно был ствол, похожий на настоящее, а не выступ на пластике. Пикирующий бомбардировщик П-2 разработал инженер Владимир Петляков. Но создавать уникальную модель пришлось в тюрьме, ведь советский конструктор был арестован как враг народа. Изначально Владимиру Петлякову поставили задачу сделать истребитель. Скоростной, с турбонагнетателями на двигателе. Он должен был работать на большой высоте. Однако, когда проект уже был готов, задание резко изменилось. Нам нужен пикирующий бомбардировщик. Самолет, который летает на малых высотах, который имеет огромные нагрузки, испытывает на выходе из пикирования, вот из этого отвесного падения на цель. Задание появилось в связи с тем, что немцы использовали в Испании пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87». Аналогичного самолета на вооружении Советской Армии в тот момент не было. Владимир Петляков создал его за 30 дней. Новый самолет позволил выполнять фигуры высшего пилотажа и укладывать бомбы точно в цель. При этом он не терял своих истребительских свойств. Был случай, когда экипаж одной пешки отбился от четырех фашистских истребителей, причем три из них сбил. Во время войны на нем служили наши земляки Иван Завражнов и Антонина Зубкова. Другим знаменитым самолетом является Пи-39 «Аэрокобра». Его особенность в том, что двигатель расположен за пилотом, а на его месте в носу самолета спрятали мощное оружие. Туда поставили 37-мм пушку. Одного снаряда этой пушки было достаточно, чтобы оторвать плоскость фашистскому истребителю. Настолько мощное оружие. Плюс два пулемета в самом фюзеляже. На этом самолете одержал большинство своих побед Николай Стройков. Алексей Хлобыстов из деревни Захарова в одном бою совершил два воздушных тарана. При этом герой выжил и успешно посадил свою машину. Таким образом, маленькие фигурки самолетов становятся не просто ювелирной работой мастера, а памятником отваги рязанских летчиков. С сентября прошлого года в нашем городе работает специализированная клиника проктологии и урологии «Медлайн». Сюда чаще всего обращаются пациенты с довольно деликатными проблемами, которые врачи и сотрудники центра помогают решить конфиденциально и в кратчайшие сроки. Подробнее о клинике «Медлайн» в материале Ирины Ковалевой. Сеть клиник «Медлайн» уже давно и успешно работает по всей России. С сентября прошлого года и у рязанцев появилась возможность доверить свое здоровье профессионалам. Высококвалифицированные специалисты, новейшее оборудование и индивидуальный подход к каждому клиенту – вот слагаемые успеха центра «Медлайн», специализирующегося на таких направлениях медицины, как урология, проктология и гинекология. В урологическое отделение клиники обращаются пациенты с такими заболеваниями, как простатит, раннее семяизвержение, нарушение эректильной функции и аденомопростаты. Применение уникальных проверенных методик позволяет уже после первого визита к врачу выявить причину возникновения проблемы и немедленно назначить эффективное лечение, причем не только медикаментозное, но и аппаратное, которое проводится здесь же. «Это и лазеротерапия, и электромагнитная терапия, и вакуумная терапия. Также возможно проведение инфузионной терапии лицам, находящимся у нас в клинике». Латексное легирование и лечение с использованием израильских препаратов позволяют специалистам клиники Мидлайн в амбулаторных условиях успешно бороться с геморроем, анальными трещинами и другими проктологическими заболеваниями. «В нашем центре мы используем современные безоперационные методики лечения проктологических заболеваний, которые позволяют нашим пациентам оставаться в ритме жизни, обходясь без нарушений трудоспособности». Опытные гинекологи клиники Мидлайн помогут женщинам справиться с бесплодием, вылечить эрозию шейки матки, эндометриоз, а также воспалительные заболевания женской половой сферы. Здесь же оказываются услуги по эстетической гинекологии. Стоит отметить, что персонал медицинского центра Мидлайн делает максимум возможного для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, начиная с момента записи на прием и заканчивая посещением центра его специалистов. Наверное, именно поэтому клиника Мидлайн успешно работает на территории нашей страны и в том числе в Рязани. Можете быть уверены, здесь вам помогут быстро и эффективно решить самые деликатные проблемы. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО ВТБ-24. Бетон. Точно по расписанию. Производственно-строительная компания «Техно-Монолит». Поселок Мурмина. Телефон 99-24-06. Программа «Техно-Монолит».